К пожароопасному сезону готовы. На городском полигоне твердых бытовых отходов прошли учения по отработке действий при возникновении возгорания. Менее 20 минут потребовалось мобильным бригадам муниципального предприятия комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию, чтобы потушить условный огонь на свалке. Подробности в материале Ольги Русул. По легенде учений диспетчер обнаружил возгорание на свалке. Мобильные бригады муниципального предприятия КБ и БО, а их в комбинате по благоустройству две, сразу же приступили к действиям. Главная цель сегодняшней тренировки – как можно быстрее локализовать очаг возгорания и задымления до приезда на полигон основных сил пожарной охраны. Да, такие случаи были. В позапрошлом году было крупное возгорание, которое пришлось ликвидировать долгосрочное и дорогостоящее. А в прошлый год нас миновало из-за летней дождевой погоды. Такие учения проводятся регулярно, причем наибольшее внимание им уделяется в осенне-летний период, когда опасность возникновения пожаров возрастает в разы, тем более, что прецеденты уже были. То есть каждый человек понимает свою роль. У нас сформированы две бригады. Есть передвижной пожарный комплекс небольшой и мотопомпы со шлангами необходимые. Плюс две емкости пожарных, которые находятся непосредственно в теле полигона. Соответственно, устраняем. Тем временем рабочие разворачивают рукава мобильной помпы. Второй стационарный резервуар с водой находится ниже предполагаемого места возгорания. Все действия, отлаженные поэтому на локализацию пожара, требуются не более 15 минут. По мнению специалистов, этого вполне достаточно, чтобы не дать огню захватить большую часть полигона до приезда основных сил пожарных бригад. Отлично. Стренировки проводятся регулярно. Для локализации очков возгорания на пожаре самое главное локализовать в первые полчаса, 20 минут, чтобы огонь не распространился дальше по телу свалки. Условный пожар ликвидирован. Учения прошли успешно.